Я думаю, что в мире не существует добра и зла, в мире существуют интересы. И в данном случае стоит говорить о людях, которые, соединившись между континентами, между странами, сформировали свое общество, которое видит себя как управленцев и видит всех остальных как общество потребителей. Я убежден абсолютно, что есть такой сговор. Он не анекдотичный в том смысле, что за круглым столом собираются 10 лордов и обсуждают судьбу мира. Но тем не менее, есть люди, которые четко понимают, что в их руках находится финансовая власть. И абсолютно убежден в том, что именно деньги как инструмент формируют сознание этих людей. И возможность управлять этими деньгами, она как бы движет этими людьми в плане планов. Простите за такую тавтологию. И они уже, отталкиваясь от этого, строят свои будущие планы и выбирают направления, и принимают уже решения, которые превращаются в действия. И тогда мы уже на себя ощущаем какие-то движения в мире. Войны, революции, в общем, какие-то смены власти, курсы доллара, цены на нефть и так далее. И именно, ну, в общем, наверное, деньги как таковые, которые не являются основной целью, они являются просто инструментом для управления. Они, наверное, как бы являются основной властью. И люди, которые вокруг денег находятся, вокруг основных денег мира, они, в общем, сказать, формируют нашу будущую историю, наше будущее вообще как таковое. Ну, и если мы с вами говорим о том, в общем, как ваш вопрос там еще был сформирован, кроме этого. Ну, к чему все это ведет? Это ведет к тому, что мир, как говорят некоторые люди, сужается. Несмотря на то, что мы живем на относительно большой планете, с развитием скорости, обмена данными, технологиями, которые воплощают все эти вещи в жизнь, круг сужается. И эти люди, они начинают коммуницировать между собой просто быстрее. Они есть на каждом континенте, безусловно, просто есть, в общем, какие-то органы управления. И, естественно, это реализуется так или иначе через банковские системы, через системы военные, которые также являются инструментом. Но, тем не менее, это все идет откуда-то свыше. И я абсолютно убежден, что глупо отрицать это все, потому что все-таки мы живем в эпоху потребительского рынка, когда, ну, наверное, ценности в жизни все более и более становятся материальными, а не духовными. То есть то, какой у тебя айфон там, или то, в какой квартире, при какой машине ты живешь, она становится важнее, чем то, кем ты являешься, как человек. И, соответственно, люди это понимают, это обращение к основным инстинктам, и управленцы эти всегда будут. И они будут появляться в любое время. То есть это не будут какие-то отдельно взятые фамилии, типа Ротшильдов каких-то там, Рокфеллеров. Это будут целые сообщества. И самое главное, не дать возможность этим людям полностью власть взять в свои руки. Но оно есть, и оно всегда будет.